Около 12 миллионов рублей на реализацию инновационных проектов. 14 образовательных учреждений и организаций Мурманской области на конкурсной основе получили гранты. На что пойдут выигранные суммы, из уст победителей узнала губернатор региона и наша съемочная группа. Третий год подряд Министерство образования и науки Мурманской области проводит конкурс на получение грантов. На денежную помощь в 2016-м претендовали 55 образовательных организаций из городов и поселков Кольского Заполярья. И лишь 14 самых креативных и интеллектуальных получили поддержку. Это то, что рождается в результате творчества и подхода педагогического коллектива к реализации поставленных задач. В основе лежат реализации федеральных государственных образовательных стандартов, дошкольного образования, в общем образовании. Сегодня, конечно, приоритетом является дополнительное образование. В списках победителей конкурса Мурманской гимназии детские сады, школы из никеля, полярных зорь, апатитов. Третий год в числе финалистов Мончегорский математический лицей имени Сизова. Полученный грант 1 миллион рублей будет потрачен на создание инновационной платформы. Мы закупали цифровые лаборатории, мы закупали мобильные компьютерные классы, метапредметные лаборатории. Это столы с оборудованием, которое позволяет вести ребятам проектную и научно-исследовательскую работу. Вы лучше меня знаете, сколько серьезно возросли требования к современному образованию. Педагог сегодня должен обладать очень широким спектром способностей, профессиональных навыков. Губернатор Марина Ковтун встретилась с получателями грантов. За круглым столом в 97-м детском саду они обсудили важные темы. Например, как отмечают в региональном министерстве образования и науки, результаты ЕГЭ в прошлом году превышают средние показатели по стране. Мурманские школы входят в топ-15 лучших по России. Все это благодаря дополнительному образованию, на которое и будет направлена денежная помощь.